На Калиновских разрезах всплыла опасная зараза. Тех, кто в выходные хотел освежиться от изнуряющей жары у водоема, разворачивала полиция. Популярное место для рыбалки и отдыха оцепили, чтобы не случилось массового заражения. Но местные сами боятся к воде подходить. Ведь, по слухам, из пруда теперь можно выловить не только рыбку, но и холеру. Подтвердит или опровергнет страшный диагноз Роспотребнадзор, выясняла Юлия Анашкина. Сложилась ситуация очень тяжелая в конном клубе с сеном, с поставками кормов, с поставками подстилочного материала. Ее лошади скоро перейдут на подножий корм, переживает Елена. Конный клуб уже несколько дней в осаде. Территорию Калиновских разрезов закрыли для посторонних. Отныне этот шлагбаум – тупик для желающих позагорать и порыбачить. Здравствуйте, вы куда? На рыбалку. У нас съезд на карбережную зону запрещен. Проехать на Калиновский водоем отдыхающие не могут уже четвертый день. Охрана разворачивает прибывающих автомобилистов и пешеходов прямо на въезде, объясняя, что территория закрыта на карантин. Как выяснилось, карантин здесь объявили после того, как водоем стал источником заразы. Из-за жары, объясняют санитарные врачи, микроорганизмы здесь стали размножаться с небывалой скоростью. Пруд не проточный, поэтому вода в нем не успевает обновиться и быстро нагревается. И было обнаружено, что качество воды по бактериологическим показателям не отвечает санитарным требованиям. Было очень высокое запрещение воды именно этих подоемов по показателю ТГБ. Показатель термотолерантных калифорных бактерий был превышен почти в три раза. В итоге страдают не только отдыхающие, но и местные жители. После введения карантина домой они попадают с трудом, а гостей часто разворачивают на подъезде. Знакомые говорят, мы тут стоим, нас не пускают. Я вообще не знала, не в курсе была. Я говорю, а как не пускать? Говорят, у вас там это такое страшное какое-то, заразу нашли. Я говорю, я не в курсе. И пришлось идти и спросить, что там. Говорят, в озере там что-то нашли. Поэтому, говорю, озеро, озеро, а к нам? Ну, пока, мол, никого не пускаем. Сейчас за шлагбаум пускают только по прописке. А у водоема дежурят полицейские. В поселке не знают, что и думать. Уже ходят слухи о страшной инфекции. Администратор конного клуба, когда выясняла причины закрытия территории на карантин, в МЧС было озвучено присутствие холеры в водоеме. Правда это или нет, я не могу сказать. Впрочем, чиновники и жители успокаивают. Ничего страшного в этом пруду нет. Хотя бы потому, что результаты экспертизы еще не получены. Никакой холеры нет. Есть карантинные мероприятия до того, как их отменит Роспотребнадзор. Все. А блокпосты в таких случаях – обычная мера предосторожности. Это убережет многих горожан от больницы. Ведь на местных водоемах купающихся по-прежнему. Хоть отбавляй. Юлия Анашкина, Евгений Драбушевский. Главные новости Екатеринбурга. Анастасия. Продолжение следует...